Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Меня зовут Анета и сегодня у нас с вами на распаковке My Little Box архивный. Да-да, у My Little Box была такая акция, что можно было подписаться на три месяца на архивные боксы. Это означает, что вы будете получать просто мистери бокс, вы не знаете какой получится, но это один из боксов предыдущих месяцев и предыдущих годов. Да, вот так вот. То есть какой бокс, с какого года вы получите, вы тоже не знаете, но это, как правило, какие-то классные боксы, боксы-бестселлеры, а не те, которые они просто-напросто не смогли продать, потому что по факту я получила такие боксы, которые я считаю прямо вау, очень классные. Такой вот бокс, например, как с Estee Lauder. Как бы, мне кажется, такой бокс должны были уже раскупить, распродать, но, пожалуйста, можно было бы тоже получить в качестве такого архивного бокса. Цена 11,90 с бесплатной доставкой по Германии. Это именно немецкая версия сделала такую акцию. Вот французская пока как-то молчит, ничего я от них такого не получала. Но и французскую версию, к сожалению, может получать только тот, кто проживает во Франции. Доставки официальной у них по Германии нет, только по Франции. Стоимость обычного бьюти-бокса у нас уже 19,90, что, ну, прям существенно. Но зато это каждый раз, каждый месяц какой-то сюрприз. Вы не знаете, что получится. Это прям настоящий такой подарок, который вы открываете и ощущаете себя первооткрывателем. Столько всего интересного, столько мелких деталей. Но давайте посмотрим, что было у меня в архивном боксе. Этот бокс я получала, когда меня не было дома. Соответственно, этот бокс где-то пришел ко мне в марте. А сейчас у меня новая подписка на новые архивные боксы. Мы их с вами тоже открываем. Итак, вот такая вот коробочка. Боже, какая она классная! Да, потому что она моего любимого цвета. Color Your Life, то есть разукрась свою жизнь, наша тема. Вот, от My Little Box. Вообще вся коробочка такая миленькая. В общем, взрыв у нас цвета. A drop of pink. Капелька такая... Капелька розового. A point of lila. То есть получается у нас такая, ну, чуть-чуть буквально точечка фиолетово-сиреневого. И здесь у нас на оборотной стороне тоже от Rolling Stones есть She comes in colors everywhere. She's like a rainbow. Вот такое вот выражение. Я так понимаю, что это из какой-то песни. Если честно, я небольшой фанат Rolling Stones. Я с трудом могу вспомнить какую-то песню, чтобы вот так вот прям хоп и пришла мне на ум. Но коробочка миленькая, с трудом я ее вывернула. Ну, это, кстати, обычный рассылочный картон. То есть не думайте, что это отдельный бокс. Это обычный рассылочный картон, который мы потом выкинем. Печалька. Мне не нравится, но вот здесь вот немножечко провалось. Поэтому даже использовать для того, чтобы что-то туда отправить, ну, как-то проблематично. Тем не менее, коробка классная. Я считаю, что они вообще молодцы в этом плане. Они создают просто фантастические коробки, даже рассылочные, которые не хочется выбрасывать. Хотя, конечно, картон это дело такое. Дома хранить тоже не будешь. И здесь у нас нет никакого буклетика, нет никакой такой дополнительной информации. Единственное, что я здесь нашла, это был вот такой вот листочек со стикерами. Очень милый, очаровательный стикеры. Это, ну, наверное, не сейчас уже будет, не по возрасту. Хотя, всем нам хочется немножечко внести побольше красок в нашу жизнь. Как-то разукрасить наш ежедневник. Может быть, может быть, я все-таки их буду использовать и наклею куда-нибудь ежедневник. Но маловероятно. Скорее всего, это пойдет моей подруге. У нее есть дочка. И я думаю, что она с большим интересом и удовольствием воспользуется этими стикерами. Что у нас здесь написано? Lovey and Colors. То есть, жизнью в цвете. Rainbow Maker. Bright Girl. You are the warmest color. Ты самый теплый цвет. В общем, очень милые наклеечки. И здесь что еще написано? То, что эти маленькие стикеры, у них есть особенный план. Ах, какие! Коварные с планом к нам пришли. И так, если вы их наклеите куда-то, то они своим вот этим цветом привнесут вам оазис хорошего настроения. Ну, действительно, это очень мило я нахожу. Приятно. Спасибо. И что же мы с вами получили? Как правило, у My Little Box бывают боксы, бывают коробочки, бывают портмонез, сумочки, кошелечки, косметички. Да чего там только не было. И все это я, разумеется, сохраняю. Использую с большим удовольствием. Обожаю. Качество у них все классное. И в этот раз нам досталась вот такая косметичка. Только посмотрите, какая она прелестная. Да, разноцветная, но мне она нравится. Вы можете действительно смело ее взять с собой как сумочку. Можете использовать как косметичку. Ну, то есть она выглядит очень даже симпатично, привлекательно. Открываем. Фурнитура. Ну, такая, понятное дело, не очень супер высокого качества, но нормальная. Она функционирует. Достаем наш еще один аксессуар, все наши бьюти-продукты. И посмотрим с вами сейчас на эту косметичку поподробнее. Рассмотрим ее детальнее. Здесь внутренняя часть, мне кажется, очень какой-то хороший такой плотный хлопок. Потому что она действительно, посмотрите, какая надежная, не порвется. Ну, фурнитура, как я уже сказала, не супер мега такая, прям дорогая. Но она хорошо прошита. То есть никаких ниток, ничего такого здесь не торчит. Все, косметичка. Мой персональный хайлайт, как всегда, обожаю косметички. И у My Little Box стандартно это два аксессуара, три бьюти-продукта. Здесь я тоже вижу три и два. Вот. Pop It. Здесь у нас написано. Вот такая коробочка в той же цветовой гамме. Очень мило и приятно. И здесь вот у нас на французском, а здесь у нас на немецком. И здесь самое любопытное, что здесь написано not fall cats. То есть это свечка, которую вы зажигаете в экстренном случае. В экстренном случае, когда нужно спасти ваше настроение. Ты знаешь... Ты не знаешь почему, но сегодня ты чувствуешь себя как будто брюзгой. Все понятно. Тебе срочно нужно зажечь пламя. Открой крышку. Возьми... Господи, сложно переводить сразу автоматически. Возьми не зажигалку, а возьми спички. Вот. Возьми спички и зажги эту свечку, которая будет пахнуть лилиями и вдохновением. Так, ну открываем, что там за вдохновение нас с вами ожидает. Вся коробочка просто очаровательна. И здесь действительно есть еще одна металлическая коробочка. Металл, да. Алюминий какой-то или металл. В том же самом дизайне. И здесь прячется у нас свечка. Открываем. Ох, как сложно открывается. Так, не хочет. А, все. Посмотрите, она тоже такой же цветовой гаммой. С сиренево, лилово, фиолетово и сам фитиль оранжевого цвета. Такое еще не видела. Но аромат какой яркий. Прахнет реально лилиями. Ох, вот на всю комнату будет точно. Аромат очень-очень яркий и очень такой навязчивый. Я не могу сказать, что я буду прям в восторге, когда этот аромат будет наполнять мою комнату. Но, может быть, в зале комната у нас там большая. Потому что здесь все-таки такая компактная комната. И если я буду ее зажигать во время работы, то мне сложно будет здесь находиться. Аромат такой прям тяжелый, навязчивый. Он приятно пахнет цветами, лилии конкретно. Но все равно он какой-то слишком, слишком. Тем не менее, классный, интересный аксессуар, мне кажется. Ну, приятненький, по крайней мере. Свечки я люблю. Дальше у нас с вами идут бьюти-продукты. И здесь, честно сказать, я не сильно довольна. Потому что я нахожу, хоть и полноразмерку, но это сухой шампунь. 200 мл. От Джон Фредо. И я небольшой фанат сухих шампуней. К сожалению, я их не использую вообще. Мне проще помыть голову. Однозначно. И тем более, я это делаю всего лишь два раза в неделю. У меня нет проблем такого, что голова жирнится. Нужно мыть каждый день. Это актуально. Если вы не успеваете помыть голову, вам нужно сделать один день как мостик. Перед тем, когда уже пора бы. До следующего дня, когда вы это сделаете. Либо у вас действительно очень жирнится кожа головы. И вы хотите немножечко ее подсушить, чтобы она выглядела свежей. Чтобы у вас было чувство комфорта. Либо у вас совсем нет объема. Но мы видим, что с этой задачей волосы справляются самостоятельно. Мне бы уменьшить этот объем. А тут... Потому что каждый раз, когда я прихожу к парикмахеру, я открываю свои волосы. И они просто в шоке. Что с этим им делать? Их все не так и много. Единственное, что они действительно просто объемные и пушистые. Это единственных нюансов. В остальном они у меня стандартные. Их не так много, как кажется. Этот продукт, к сожалению, не для меня. Он со мной не останется. Хотя он полноразмерка и наверняка стоит тоже небюджетно. Следующий продукт от... Солюшен, наверное. 4,5 мл. Сделано во Франции. И это... Солюшен, Солюшен... Не знаю, как называется правильно этот бренд. Здесь у нас айлайнер. Он у меня уже был. Или он у меня еще есть. Но, по-моему, он у меня уже был. Не помню мои впечатления. Вроде как все понравилось. Но так как я его уже попробовала, то я его себе оставлять тоже не хочу. Мне он не нужен. У меня столько айлайнеров, что просто мне хватит до конца моей жизни однозначно. Столько айлайнеров мне просто не использовать. Столько стрелок я не рисую. И каждый день, конечно, сходить со стрелками тоже не так-то и хочется. Иногда хочется чего-то простого, естественного, больше натурального. Иногда, конечно, хочется драмы. Тогда я подключаю уже, да, айлайнеры. Следующий продукт и заключительный от бренда Белив. От Белив мы получали несколько раз, насколько я помню. Мне понравилось. И это увлажняющая бомба. 10 мл выглядит вот так вот сама упаковочка. Последний раз, я их помню, мы находили в Блиссимбоксе. Я использовала и действительно очень классно увлажняла мою кожу. На лето было просто чудесно прекрасно. Но здесь очень маленький объем. То есть сам по себе он выглядит вот так. Но здесь обманка. Вот, посмотрите, видите? Пустота. Закончить элементарно. Пока я не буду открывать, просто потому что, конечно, мне сейчас в уходе достаточно продуктов. Мне он не нужен. И сделано это в Корее. Но классный продукт. Абсолютно, однозначно, мне он нравится. И, пожалуй, это единственное, что я оставлю себе из этих продуктов. То, к сожалению, вот эти два мне не так будут интересны. Так, во-первых, я уже пробовала эту подводку. Не хочу еще раз ее. И вот это просто для меня не актуальный продукт. Хотя он наверняка очень даже хороший. Что у нас еще было? У нас была свечка с ярким, очень насыщенным ароматом. И вот такая вот косметичка. Косметичка, сумочка, как вам угодно, как вам нравится. Бокс сам по себе. Если смотреть на то, что я потратила на него всего 12 евро, а не 19,90, как могла бы, то, в принципе, очень даже окей. Нормально. Мой хайлайт, разумеется, понятное дело, косметичка, так как мое сердце принадлежит им абсолютно. И, собственно говоря, наверное, все. Мне здесь больше особо ничего так сильно не понравилось. Поэтому бокс для меня был, ну, немножечко такой проходной. Но мне было в любом случае интересно его открыть, посмотреть. У меня его еще никогда не было. И есть у меня одна теория. Это то, что мы открываем сейчас именно французские версии. Почему? Потому что мало что написано на немецком. Да, здесь вот есть описание на немецком. Может быть, кстати, это была немецкая версия. Но вот как-то впечатление у меня остается, что вот эти продукты, ну, совершенно мне не знакомы. Я их не видела. Да, может быть, конечно, коробочка какого-нибудь там 21 года, поэтому я ее не видела. Но по факту здесь у нас действительно что-то такое новенькое, что-то свеженькое, разнообразное нам еще не попадалось. Так что всегда, конечно, интересно открыть. И я готова заплатить за это 12 евро абсолютно без проблем, потому что я получаю удовольствие. Надеюсь, вы тоже. Тогда, пожалуйста, не забывайте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео. А на этом моменте я буду с вами прощаться. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения и такой яркой, яркой, яркой жизни, хотела сказать. Но мы-то с вами еще увидимся, не прощаемся же. Соответственно, желаю вам просто яркого дня. И помните, что только вы создаете этот день. То есть вы сами, креатор вашего дня, вы сами можете решить, какой этот день будет, классный или офигенный. Вот этого я вам желаю. Пока-пока!